Первый раз такое вижу, говорю, тренируемся там 3 месяца, 5 лет человеку, 300 раз с нуля. Талант, безусловно, есть, потому что другие ребята, которые у меня много занимались, они так быстро все равно не схватывали. Но, возможно, это и от того, что происходило, как говорится, за кулисами. Попасть в Академию ТОП-клуба – это мечта для всех юных футболистов и их родителей. У нас в гостях тренер Алексея Майорова Кирилл Былинский. С 5 до 11 лет Кирилл каждый день тренировал Алексея, участвовал в его футбольном развитии, а также помогал в продвижении и просмотрах. Кирилл знает не понаслышке об обратной стороне успеха Алексея. Смотрим. Удар! Нет, удар не получилось. Мяч Валентина Нового. Паст назад Кусаина. Удар по ротам. Ну, удар! Бол! Так, Кирилл, ну, в общем, мы с вами знакомы. Мы с вами еще встречались давным-давно еще в Минске, когда я вас приглашал в Интер Академию. Вы показывали юным футболистам и тренерам уроки по футбольному фристайлу. Ну, в общем-то, я тогда вкратце вас представлю, аудиторию. Я думаю, что Алексей Майоров такое имя даже не в белорусском детском футболе, наверное, в детском футболе постсоветских стран. Это как раз-таки та такая мечта и цель многих родителей и тренеров. Вот такая визуализированная, в законченном виде, когда Алексей совсем недавно стал игроком Академии Мадридского Реала. Ну, а вот, в общем-то, вы тот тренер, который с 5 до 11 лет занимался Алексеем. Вот расскажите, пожалуйста, немножечко о себе и уже тогда перейдем к истории развития Алексея. Да, ну, да, меня зовут Кирилл. Да, еще раз очень приятно, да, и увидеться, услышаться, вот, рассказать, в принципе, историю. Ну, я вообще, ну, сам занимаюсь футбольным фристайлом, уже давно начал, давно заниматься. Раньше занимался футболом, но не сложилось. Осложнение по сердцу у меня было из-за гриппа, к сожалению, как бы, миокардит инфекционный. Вот, как бы, начал потом любительски играть, узнал про футбольный фристайл. Понравилось, ну, мне принес... Я любил вообще всегда финтить, мне нравилось, я сутками на поле, ну, сам проводил. Но, то есть, все время со школы прихожу сразу на поле, тренируюсь, тренируюсь. Вот, но, к сожалению, да не сложилось. А потом мне друг принес диск и написал с Ютуба, установил, тогда только Ютуб появился, диск, вот тебе. Там был такой с Голландии парень, Суфиан Тузани. Вот, вообще, с него началось развитие футбольного фристайла. Ну, я вот посмотрел это видео, он мне... Меня танцором называли, поэтому мне он принес диск. Вот, посмотри, может, тебе поможет... Я ему до сих пор благодарен. Говорит, вот, может, тебе поможет лучше танцевать на поле, говорит. Вот, я посмотрел, как бы, там был вот этот прародитель, считается, футбольного фристайла, и вот так вот занялся футбольным фристайлом, развивать. Понял, что я ничего не умею, то, что и на футболе меня учили, и везде, и по координации. И все. Ну, вот, начал, можно сказать, уже на таком уровне делать себя сам уже по футбольному фристайлу. Там финты, трюки тренировать, растягиваться начал постоянно, регулярно. В конце тренировки понял, что это обязательно нужно, чтобы мягким быть, чтобы тело чувствовать. Ну, в общем, вот такая история. Это чуть-чуть про меня вообще. Ну, начал выступать со временем на разных мероприятиях, турнирах по футбольному фристайлу, там, сниматься в каких-то роликах, там, на телевидении белорусском. Вот, вот, так, скажем, так познакомились с отцом Алексея Майорова. Они меня нашли, как бы, потом, вот, я уже детей там через, наверное, 7-8 лет, около 24 лет начал, 23-24 тренировать детей, вот, по тому, что я уже научился еще за 7-8 лет, это вот своей подготовке, ну, и как бы, и вместе с ними продолжал развиваться, и до сих пор продолжаю что-то новое учить, но мне по кайфу, в общем, да, вот так познакомились. Отлично. Вы познакомились с Лешей, ему было сколько, 5? Да, Леше было 5 лет, это, наверное, 2017 год был. Так, и вы стали таким тренером, который, по сути, наверное, каждодневно, да, занимались с Лешей? По сути, они там еще каких-то тренеров моих знакомых по фристайлу пробовал папа, ну, вот, понравилось со мной заниматься, в общем, и Леше понравилось, решили, ну, и цель там была, поговорили, вот, решили заниматься каждый день, в общем, каждое утро, там, в 8 утра, в 9-8 утра занимались, вот, ну, я именно отвечал, можно сказать, техника, координация, контроль, трюки, финты, там, обыгрыш один в один с ним мотался, он, хотя он еще ходил на основные свои тренировки, еще был один тренер, там, Тарас Николаевич, он к нему ходил, там, в мини-группах 5-6 человек, они еще там, ну, чтобы обыгрывать друг друга, как бы учиться, то есть, в таких мини-группах. Вы отвечали за развитие координации, техники и развивали в нем вот это чувство мяча через футбольный фристайл? Да, ну, индивидуально, вся чеканка, все трюки, можно сказать, финты, вот, что он умеет, там, двумя ногами, удары с лету, там, ну, все-все-все, в общем, вся координационная лестница и так далее, то есть, все-все вот эти вот, вся чеканка внутренние, внешние пятки на голове, там, на плечах, пасовались с ним по воздуху, там, и так, ну, то есть, такая индивидуальная работа именно. Вы говорите, что занимались каждый день? Ну, кроме выходных, в начале, в начале, кроме выходных, да, пять дней в неделю мы занимались, это было, наверное, первые, так, полгода или, может, чуть больше, далее, ну, я разглядел, можно сказать, сразу талант отметил Леши, у меня появилась идея вообще снять его, на видео записать, а для этого стабилизатор там купил, у меня не было, снимал его, еще зимний период был, вот, отснял первое видео, у меня были некоторые знакомые, там, на онлайнер, онлайнер, есть такая площадка, там, вот, я поговорил, говорю, вот, парень, первый раз такое вижу, говорю, тренируемся, там, три месяца, пять лет человеку, триста раз с нуля набил, начинали, там, два-три раза набивал, ну, то есть, еле-еле, а вот три месяца и уже триста раз, грубо говоря, ну, ну, и много чего научились, потому что, ну, видимо, и каждый день занимались, и решил его отснять, вот, отснял его, отправил видео знакомому своему, можно найти где-то, наверное, на онлайнере это видео, вот, и, как бы, там, по-моему, 30 тысяч просмотров, ну, в общем, несколько десятков тысяч просмотров, и, вот, заметили его на лучше всех, мне написали, позвали, вот, мы потом ездили еще на лучше всех Галкину, ну, вот, с этого момента я еще занимался не только, так скажем, ну, тренировочной деятельностью, но и такой вот, можно сказать, продюсерской деятельностью, отправлял видео его, везде на передачи возил, далее с некоторых реклам звонили, Леша снимался там. То есть, вы занимались не только тренировками, но еще и таким продвижением Алексея, да? Да, 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 то есть, вел, потом завели Инстаграм, вел Инстаграм, вот, никнейм даже, наверное, знают, Алексей Фаербол у него в Инстаграме, это я придумал, написал, до сих пор он у него так стоит. Ну, монтировал также видео с игр, когда он ездил на какие-то турниры в Спартак, либо в Динамо Москва, там, вот эти вот все, какой там Краснодар, по-моему, ездил, ну, и так далее, на эти турниры, то есть, потом отец мне видео скидывал с тех турниров, какие-то ссылки, я с тех ссылок монтировал лучшие, нарезку с игр, лучшие моменты его, то есть, отправляли потом, отправлял, делал рассылку агентам, потом, ну, то есть, вот, всю-всю-всю-всю эту работу, презентацию делал, в том числе, отправлял эту презентацию, вот, и агенты смотрели, здесь, в том числе, есть такой агент Михаил. Михаил Юношев. Да, Юношев, я с ним общался, отправлял ему презентацию, отправлял нарезки с игр, ему понравилось, он говорит, приезжайте, вот так вот Леша сюда, как бы, приехал потом, в итоге, ну, за ним следили, безусловно, так как, и также в различных передачах, ой, вернее, у меня были знакомые еще, ну, в передачах, понятно, на белорусском телевидении, мы с Лешей снимались, где-то ходили, и еще договорился, там, некоторые у меня были знакомые блогеры по футбольному фристайлу, футхакер такой есть, живой футбол, вот, тоже с ними договаривался, просил их, чтобы сняли выпуски про Лешу, тоже можно найти. Прекрасно, Кирилл, давайте тогда по этапам, начнем с футбольного обучения, вы сказали, что буквально за три месяца увидели прогресс, когда ребенок с нуля начал набивать 300 раз, а вот в пять лет, а вот что вы вот увидели, сейчас, как понимаете, в чем талант Алексея? Отец, так скажем, влиял на это все в том плане, что он еще оттачивал это вне тренировок, да, можно сказать, там, где-то перед тренировкой основной вечером или после, вот, ну и, так скажем, в любом случае я вижу талант, потому что у меня были ребята, которые тоже занимались много и ходили много, и до сих пор, но талант, безусловно, у него есть, то есть есть и трудолюбие, и, так скажем, так скажем, можно сказать, влияние отца, да, поговорим об этом еще, но талант, безусловно, есть, потому что другие ребята, которые у меня много занимались, они так быстро все равно не схватывали, но, возможно, это и от того, что происходило, как говорится, за кулисами, вот. Да, понятно, Кирилл. Сколько тренировка длилась? Вот вы говорите, каждый день вы занимались, там, с пяти до одиннадцати лет, сначала без выходных, а потом, я так понимаю, и с выходными, да, нон-стоп. Да, ну, тренировка длилась у нас с утра час, пока он маленький был, вот, потом, может быть, через года два-три, полтора часа с утра, вот, а иногда вечером, так в щадящем режиме, там, папа приводил тоже через пару лет, привозил еще и вечером мне на вторую тренировку, до, либо после основной своей тренировки, вот, и, так скажем, еще часто очень потом уже через пару лет, когда чуть Леша подрос, там, около, там, восьми лет, оставлял мне его на выходных, в субботу-воскресенье привозил, уезжал по своим делам там, и Леша со мной мог пять-шесть часов проводить, ну, на него я не наседал, как говорится, ему самому нравилось, он улыбался, в общем, ну, естественно, немного отвлекался, баловался, то есть ему нравилось, мы с ним в футбол играли, и с ребятами, там, допустим, мы с ним вдвоем против, там, шестерых ребят на поле, то есть очень часто так, ну, и просто тренировали футбольный фристайл, у меня могли быть другие тренировки, ребята приезжали, Леша со мной оставался, вот, потом я его подвозил вечером домой, как говорится, мы рядом жили, вот, да. С чего начинается осознанная игра в футбол? А начинается она с понимания футболистами своей индивидуальной тактики. Занимаясь ведением юных игроков из разных стран мира, я обнаружил, что многие тренеры не доносят азы индивидуальной тактики до своих подопечных. В результате чего ребята действуют в игре, опираясь больше на свою интуицию, чем на твердое понимание своей индивидуальной тактики. Именно поэтому я разработал систему помощи юным футболистам и создал обучающий курс «Основа основ». Обучение поможет не только футболистам от 8 до 17 лет, но и тренерам освоить методику донесения информации до детей понятным способом. Родители, уберите пробелы в футбольном образовании своих детей с помощью обучающего курса «Основа основ». Доступ к обучению можно найти по ссылке в описании этого видео. Вы вот говорите, и все время я так вижу, что такая главная энергия в развитии Алексея – это его отец, я так понимаю. Он так очень мотивирован на развитие футболиста был с самого детства, да? Захотел, наверное, какой-то славы, какого-то этого, тоже разглядел в своем сыне талант. И все или ничего, как говорится. Да, то есть отец влиял, отец настаивал на таких тренировках. Я вообще всегда настаивал, я с Лешей в щадящем режиме, можно сказать, чтобы ему нравилось это. Но, конечно, отец достаточно строгий, да, то есть контролировал. Поначалу на тренировках он не присутствовал там первые годы, потом он начал еще контролировать, как говорится, на тренировках. Время от времени находиться вот на утренних вот этих вот. Полтора года назад переехали в Барселону, да, то есть вы сделали нарезку, связались с Михаилом Юношевым, вот, он вас пригласил, и вы вместе переехали. Что было дальше, когда вы приехали в Испанию? Они чуть раньше приехали, они приехали сначала первый раз, ну, без меня сначала там на неделю посмотреть, что есть. То есть вот, насколько я все это знаю, Михаил устроил просмотр в Испаньоле, вот, в Испаньоле он понравился, но, так скажем, так как нету документов сразу, то ему сказали, его не могут пока взять, да, заниматься, ну, как бы это клуб топовый, можно сказать, там, Испаньол, Барселона. Вот, есть клубы поменьше, как говорится, куда вот ребят берут, в принципе, заниматься даже для начала там без документов, пока ты в процессе получения документов, вот. Ну, и там он познакомился тоже с одним мужчиной с Молдовы, они попросили его, у него некоторые связи, он такой здесь известный тоже, его сын тоже в Сарданьоле тренировался. Потом он перешел в Испаньол, вот, я тоже с ним занимался, такой очень талантливый, сейчас он в Атлетико Мадрид подписал тоже, ему почти 14 лет. Вот, вот он познакомился с ним, и этот мужчина его привел в Сарданьолу, познакомил, ну, как говорится, познакомил с руководством, в общем, тоже они посмотрели Алексея, и в итоге в Сарданьоле согласились его, ну, взять, в общем, и понравился. Это первый раз, когда этот клуб вообще, ну, Сарданьола это такой городок рядом с Барселоной, это и первый раз за историю этого клуба, когда они, в принципе, взяли какого-то мальчика, и чтобы оплачивать как бы ему жилье, и как бы на питание какие-то деньги выделять, вот, ну, на жизнь, то есть. Поэтому, так вот Алексей, да, оказался здесь, я приехал еще через несколько месяцев, как бы, я тоже подготавливался. У нас, в принципе, была такая договоренность, я, когда разглядел талант Алексея, мы сначала занимались с ним около года, чуть меньше, на платной основе, так скажем. Потом я разглядел, я с отцом поговорил, и он со мной как бы заговорил, я с ним поговорил, решили двигаться одной дорогой, да, и, в общем, в дальнейшем я все, все это делал на энтузиазме, на бесплатной основе, можно сказать, то есть, вот этот весь монтаж, продюсирование, тренировки и так далее, ну, можно сказать, он мне был как сын, можно сказать, как брат. Он и в гостях у меня был, и на день рождения у моей дочки был, как бы, ну, мы с ним вообще дружили, с маленьким Лешей, можно сказать, ну, турниры я проводил, чемпионаты Беларуси по футбольному фристайлу, тоже его возил с собой, он у меня участвовал там везде, вот, так скажем, так оказались здесь, далее я приехал, вот, ну, и к своему сожалению, слухи ходили в Беларуси о том, что это такой, такой, ну, понятно, что человек вспыльчивый человек, такой, можно сказать, властный, да, над сыном, но то, что я увидел здесь, меня, и насколько я увидел, человек открыл лицо по отношению ко мне, за все то, что мы вместе прошли, что было сделано, вот, я дождался приезда матери, я приехал в марте 2020, секунду, 2022 года, вот, и я ужаснулся, говорю, вот, и того, чего я не знал, можно сказать, в Минске за закрытыми дверями, да, потому что все происходило, тут я жил на протяжении трех месяцев с Алексеем, ну, старшим и младшим, вот, и тоже были такие доверительные отношения, и как, и так скажем, оказался человек очень непорядочный, очень двуличный, ну, вот, говорю, как есть, и очень такой злой, поэтому я через три месяца принял решение, дождался своей семьи, дождался, пока мама Алексея приедет, так как Алексей настаивал младше на приезде мамы, пожалуйста, Кирилл, не съезжай, пока не приедет мама, вот, ну, так скажем, я принял решение разойтись с этим человеком, и, то есть, мне не нужны никакие там, там, миллионы заслуги или двигаться одним дорогой, да, мне важно все равно в жизни, чтобы было взаимоуважение, взаимопонимание, что мы друг с другом столько прошли, при этом я сам тоже отец, и я увидел вообще, что происходит, как происходит, и как человек общается с людьми, которые для него так много делали, и как он начал со мной общаться здесь, я, видимо, ну, оказался уже не нужен, да, в определенный момент, так как уже Алексей все умеет, Алексей уже здесь, в Минске один раз ситуация была в мой адрес, там, голос повысить или что-то, я ее пресек, я сказал, что мы с вами не будем двигаться в таком ключе, если такое происходит, как бы, ну, человек извинился, в общем, ладно, утряслось, забыли, в общем, но когда приехал, это повторилось вновь, уже в десятикратном объеме, очень непорядочно по отношению ко мне во многом поступал, по отношению к Алексею, что я увидел, из-за этого я с ним очень много начал, как бы, ругаться, конфликтовать, я принял решение, что я в этом не хочу участвовать больше, вот. Получается, что идет развитие, понятно, как раз тот возраст, золотой возраст развития координации техники, вы, получается, каждый день эти навыки развивали, сейчас новый этап, и он уже, как бы, дальше Алексей уже с отцом пошли без вас. Смотрите, я хотел еще задать такой вопрос, я вот видел в Инстаграм, Алексей, я видел, что какие тренировки делаются, сколько много силовых тренировок, то есть вот этот фанатизм, который был раньше техники, ну, техника все-таки, вот, я вижу вас, вы такой позитивный, открытый, представляю, что Алексею с вами было комфортно, хотя бы психологически, да, а сейчас то, что я вижу, я вижу какой-то трэш. Вот что видите вы? Я вижу, что вначале человек, ну, возможно, был вспыльчиво все, но я говорю, я всего не видел, хотя были моменты, были, когда Алексей очень часто приходил с фингалом, говорил, что там где-то упал или на тренировке, очень часто там, можно сказать, с синяками и в ужасном состоянии, вот, были моменты, но, так скажем, я не верил, можно сказать, да, я еще был, ну, мы на одной стороне были, и, в общем, я даже где-то рассказывал, да нет, это человек, слово, это вот такой вот человек, ну, когда мы общались и не жили вместе, и не видели вот всего того, что, вот, так скажем, то, что я увидел здесь, у меня такое чувство, что ему еще чуть-чуть крышу, можно сказать, сорвало, да, я вообще против, сразу скажу, таких тренировок с отягощениями, с резинками и совсем, там, до 15, там, 16 лет, ну, 14 это вообще как минимум, потому что я сам ничего этого не делал, и я даже скажу, занимаясь просто футбольным фристайлом, фишками и, вот, смена направлений, просто кайфовать, я пошел сам в тренажерный зал, когда вот узнал про футбольный фристайл, там, у меня сердце чуть подлечилось, но уже как бы я не мог заниматься, там, у меня диагноз и так далее футболом, но я начал футбольным фристайлом, я пошел в тренажерный зал, и у меня нормально набралась физуха, там, со временем сердце у меня прошло все равно к 23-4 годам, нормально, как тестостерон пошел, повзрослел, возмужал за год, там, за два выше крыши физуха набралась. Я сам по себе знаю даже, это не нужно даже в том плане, что особенно перегрузки, там, по 4-5 часов физуха, ты так, как говорится, сильнее пресс не накачаешь, я по себе много раз чувствовал, когда я тренируюсь жестко, да, нужно какими-то периодами, можно какие-то тренировки жесткие давать, да, но когда ты чувствуешь усталость, это нужно научиться по себе чувствовать, а чувствовать ты учишься, когда ты становишься старше, когда ты много тренируешься, ты учишься чувствовать свое тело, ребенок этого не почувствует. Тренер со стороны тоже может хотеть там заработать, да, и поэтому не будет говорить об этом. Видно, там, ребенок приходит, он уставший, да, но он там или хочет произвести впечатление на родителей, да, или боится там рассуждения родителей, но пришел на тренировку, вот я так считаю. И вот зачастую я вижу, да, утомление какое-то, а сам по себе я знаю то, что после отдыха, бывает, ты вот тренируешь какие-то элементы, неважно, там, на скорость, да, там, на взрыв, и ты видишь, ты переутомлен, ты чувствуешь. И бывает, ты от этих элементов отдыхаешь неделю-две и делаешь что-то другое в щадящем режиме, либо другие совершенные элементы. Ты приходишь, вот чувствуешь застой, это надо чувствовать уметь, каких-то элементов. Ты приходишь на тренировку после отдыха этих элементов, у тебя прострел. Вот я тренирую до сих пор, там, мне еще калистеника нравится, такие вещи, там, планш, там, стойки на руках, ну, тоже мне нравится вся эта история. И зачастую бывает, ты тренируешь, тренируешь, там, неделю-две, чувствуешь, все, ну, застой какой-то, потом неделю не тренируешь, приходишь, у тебя прострел, когда ты этого не делал неделю, ничего не будет за неделю, мышцы не исчезнут, не атрофируются. Ну, если там полгода, да, если там или там от месяца и дальше начинается, да, там, распад мышцы, за неделю ничего не будет, ну, понятно, что выносливость, она быстрее всего теряется, выносливость, она может чуть-чуть просесть, но мышечная память остается, и потом эта выносливость за пару тренировок восстанавливается за одну-две, но ты прострел чувствуешь в выполнении упражнения. Вот, ну, я до сих пор тренируюсь, я понимаю, как это работает просто на себе. Да, я понял, то есть, получается, история Алексея такая, что где-то до 11 лет вы как в нем развивали вот эти качества техника, координация, а дальше пусть отец выбрал развитие физической силы, да, и сейчас идет такой же фанатизм, только именно в развитии физической силы. Ну, да, мне кажется, да, то есть, ему, наверное, кажется, то есть, ему и так, он талант, ему и так скорость дана от природы, да, если скорость у тебя дана, вот эти вот данные талант, координация, ты в любом случае, там, тот, кому не дано, он сколько ни тренируйся, тебя не перетренирует. Я даже во фристайле это знаю, какие-то трюки я тренирую, там, мне надо тысяча попыток, а кому-то 300, ну, это так, к примеру, да, обобщаю, потому что я не самый все равно талантливый, мне просто это по кайфу, я трудолюбиваю, мне по кайфу новое все время трениц. Естественно, с годами я там стал на высоком уровне, потому что не сдался, да, там, ну, и до сих пор, мне просто по кайфу. Но, то есть, это ж не говорит о таком вот прогрессе ежесекундном, то есть, я не понимаю, я такого не понимаю вообще. Вы когда еще были вместе, вот эта вся нагрузка физическая была, как Алексей реагировал на эту нагрузку, что вы видели? Я скажу то, что я знаю, не знаю, как сейчас, скажу, как было, это в том числе и причина, то, что мы разошлись и конфликтовали, одна из многих, да, то, что я узнал, то, что тут происходит и по отношению ко мне, и по отношению к Леше, потому что он все-таки мне близкий человек стал, я уже это не мог видеть. К примеру, вот что я знаю, болят колени или задняя поверхность бедра у него сильно болела, ему даже тут говорили тренеры и там врач не тренироваться, там, 2-3 недели, чтобы зажило, потом потихоньку уже укреплять, закачивать там все. Нет, это 1-2 дня и все, и начинается снова, и у него эта задняя поверхность бедра, вместо того, чтобы поболеть, там, я не знаю, неделю-две, он у него болит 4 месяца, ну, или 5, там, постоянно воспаляется, воспаляется. Но он из-за страха, из-за страха перед отцом, перед тем, что с ним будет дома, вот, что я тоже наблюдал неоднократно в прямом эфире, так скажем, как мы сейчас, он делает через боль, он не говорит, он, когда я к нему приходил, он там мне мог сказать, типа, ну, мы с ним могли общаться насчет этого, он мне что-то открывался, говорил, он передо мной открыт всегда был, мы как друзья были. Вот, и папа там, допустим, мы там раньше пошли на тренировку, даже здесь тренируемся, да, папа позже приходит, там, через час, через, допустим, полтора, он приходит, мы с Лешей что-то это, он такой, все, все, тише, тише, пожалуйста, Кирилл, там, все, типа. То есть у него постоянная боль, постоянная ломотаптия, постоянное воспаление, очень часто шла кровь из носа от перетренированности, очень часто он там задыхался еле-еле, отец еще наверх заставлял ему отжиматься, я тоже с ним ругался, я не мог смотреть, у него там сто раз, двести, он начинает задыхаться, отжиматься, да, то есть вообще не может дышать, и у него еще истерика, он начинает плакать, у него истерика и жесть, отец его долбит, подходит, удар ногой в копчик, допустим, раз, потом у него там две недели болит в этом месте, еще дополнительно там синяк, да. Я не смог так работать, все, я не могу, не получается. Одно дело, когда я в Минске тренирую, человек не лезет так в тренировочный процесс, мы как бы вместе, мне ребенка оставляет, я занимаюсь и там привожу, да, а другое дело, что тут начало происходить, я, ну, я в шоке был, вот, говорю как есть. Также было такое, мы с ним там ехали в электричке тоже там, ну, выступали там, тоже с Алексеем бывало так ездили, я так понимаю, межреберная невралгия есть такая история, скорее всего это, либо от нагрузок, либо что-то с нервной системой, у него было дыхание, перехватит и болит вот тут вот типа в груди, и он так минуту там не может нормально дышать, то ли на нервные у него это, то ли что. Плюс на почве всего этого у него до мяса все пальцы, до мяса вот досюда у него сдерты, потому что он постоянно их сдирает, не чуть-чуть, а прям вот вообще нету ногтя у него вот досюда, вот до мяса, вот, и уже деформированы пальцы у него на руках, потому что он постоянно в нервном напряжении, вот, дома у него отдыха нет, телефона нет, свободного времени у него нет, есть он должен очень быстро, иначе ему кранты, можно сказать, в туалет он должен идти очень быстро, иначе ему конец, он до смерти боялся, Леша сильный, Леша талант, Леша, когда я с ним занимался, он сам хочет этого, ему футбол нравится, когда он со мной улыбался, он меняется, он другой ребенок, он меняется, он раскрепощается, он со мной там такие финты делал, когда мы с ним играли с ребятами, капец, он раскрепощался, потому что не было давления от меня на него и никого на него, когда, допустим, отец смешивался, приезжал, все, капец, сразу больше ошибок, сразу волнение, сразу другая история, при этом он это все каким-то образом умудрялся выдерживать, ну, как бы, меня часто обнимал, там, я его жалел, там, можно сказать, потому что, ну, надо ребенку от кого-то, ласка какая-то, вот он там у меня и в гостях был, и везде, вот, то есть я такую еще роль выполнял, как, ну, поддержки его, может быть, такой вот, вот. Дальше, он, конечно, молодец, сильный, я ему желаю, вот он в Реалтере шел, больших успехов все это выдержать, да, так скажем, но именно мое мнение, в какой момент это может выступить, даже если он станет футболистом, психологически эти травмы, как они полезут, как он будет относиться к другим людям или к своей будущей семье, или вот как недавно скандал мне, я вот смотрел, как раз мне вспомнилось про это проговорить, скандал с Пи Диди, там, да, допустим, который, там, вырос в плохом квартале, там, гангстер, все эти дела, миллионер, да, понятно, там, успешный продюсер, а что он творил, вот сейчас вот это вскрывается, и не только он один, эти, это, это вот, ну, это непонятно, что еще вылезет вообще, или, возможно, травма от перетренированности, возможно, что-то с сердцем, я верю, что все хорошо будет, он сильный, он талант, он сильный очень, и психологический, и физический, потому что он это выдерживает каким-то образом. Да, Кирилл, у меня прямо аж волосы на голове шевелятся от того, что вы рассказываете. Картинка, которую мы видим, это успешность, ребенок, реал, это то, о чем мечтают. Отец хороший, так улыбается, так все это, но оказалось, к сожалению, он двуличный человек, и он, все люди, которые здесь ему помогали, они для него уже плохие, он со всеми разругался. Ни одного здесь человека у него нету, который бы сказал о нем хорошо. Я говорил о нем хорошо, защищая его в Беларуси, но и он и здесь, и в мою сторону, оказалось, себя начал непорядочно вести, и мне тоже пришлось с ним разойтись. То есть вот, ну, я до последнего верил, что это все зависть, слухи там какие-то, ну, в Минске, да, я настолько этого всего не видел, не знал, но, так скажем, ужаснулся. То есть получается, что Леша талант, то, что мы видим, то, что он в реале, у этого есть две стороны. С одной стороны, это его талант, а с другой стороны, у него, как бы он лишен детства, он не свободен. То есть папа, по сути, взял его в рабство и реализует, как бы, свою мечту за его счет. Вот, единственный такой, скажем, способ исполнения для папы мечты, это вот это вот физическое насилие, психологическое, собственно, ребенка. Мне кажется, он очень алчный, судя по тому, как он с людьми поступает, и вообще даже своими родными, что я слышал, и со своей, да со своими даже он родными, что я слышал, как он общается, разговаривает, и что он вытворяет, кроме Алексея даже, да, вот, он очень алчный, жадный, и он, можно сказать, даже где-то, ну, специально с людьми так ссорится, расходится, чтобы либо с ним разошлись, либо это, то есть он такой манипулятор, можно сказать. То есть я не готов там ни за какой миллион терпеть от себя и быть в рабстве там у человека. Может, даже если бы я не разошелся с ним, и там мне бы грозило что-то там в его команде дальше быть что-то, это бы мне постоянный контроль. Мало того, он там мою семью начал жить, говорить, вот ты там со своей женой так мило общаешься, ты типа что там, баба подкаблучник, то есть начал в мою семью жить. Был момент один из последних тоже. Моя жена с ребенком сюда приехали, мы шли тоже там на тренировку в Барселону, на выступление ехали с Лешей. Моя жена с ребенком пошли посмотреть город первый раз с нами. Он начал, короче, кривить лицо, говорить, Кирилл, а что ты их позвал, как будто и отчитываться. То есть он уже начал так меня брать в твои сети, да, чтобы я перед ним отчитывался за каждое слово, за каждое действие тут уже, потому что я уже никуда не денусь, я уже за ним пришел, переехал. То есть я, наши договоренности я исполнил, я выполнял все, я все делал, все вел, так сказать, да, но я больше так не мог, естественно, работать, ни за какие бабки мне не надо. Что-то похоже на психопативный абьюз. И тот же Леша выдержит, и непонятно, что будет, и выдержит еще, чтобы потом вот эти вот миллионы, что с ними потом делать с этой психикой вот этой вот. Море и так есть, вы уже переехали, все получается, все это. Вот я так считаю, я не знаю, все хорошо, как говорится. Наслаждаться жизнью надо все равно. Но меня никто не заставлял ни разу с ничем, ни отец, ни мать. Я сам выходил и сам делал. У меня еще есть ученик, в райо Махадахонга у меня есть, вот, да, хотел тоже рассказать. Обратная сторона. Я его тренировал с пяти тоже до тринадцати лет перед тем, как уехали. Ему сейчас будет шестнадцать. Он сперва поехал в Ла-Лигу Академию в Мадрид. Занимался два года на платной основе там. Но его разглядели, как бы он раскрылся, вот тоже мы видимся, созваниваемся с родителями. На него никто не давил, он постоянно с улыбкой, он постоянно, он там же на тридцать седьмой школе у нас в Минске, где я тренировал, жил возле меня в соседнем доме. Мы тренировались тоже с ним четыре-пять раз в неделю. Но он кайфовал, у него никто не орал, из родителей так не наседал. Он уехал заплатно, сейчас его заметили, он в райо Махадахонда, в Анор перешел, это высший дивизион. Ему шестнадцать лет сейчас будет. И все, и может быть, у него все сложится даже. Потому что у него, он сам горит этим, глаза у него горят. Еще один парень из Бате у меня тоже, в Поленсия в городке играет там тоже. Его сейчас заметили, первая игра вот сейчас была новая сезон, он тоже уже там два года уехал, занимался я с ним. Сейчас ему семнадцать будет. Сейчас он в этом четыре гола в первом матче забил, тоже в нападении. Голова работает капец, наслаждается, кайфует. Отец мне наседает. Вот отец недавно приезжал, тут мы две недели тренировались с ним тоже. Ну, ко мне приезжали, вот еще хотят приехать там зимой и летом, ну как тоже потренироваться. Но я к тому, что, блин, он сам хочет, блин, ему как бы уже семнадцать лет и тоже его замечают и все. И, ну, не знаю, есть примеры. А другой парень тоже, на которого так не наседали, но который тоже хотел вроде, казалось бы, занимались с ним тоже нормально, все прокачались. Здесь в Берлин Юниан, у меня Дима ученик есть, Берлин Юниан, лучшая команда, ну, в Берлине такая тоже. На первых там он, как говорится, местах был, там забивал, все. Потом просто щелкает ему, сейчас пятнадцать лет, он захотел стритворкаутом заняться. Вот так вот щелчок и все. Ему, ну, родители, понятно, ничего не сказали, все. Ну, то есть у него были возможности, он в Берлин Юниан играл, все, но просто вот он вот так вот, вот надоел ему футбол и все. И он просто пошел стритворкаутом заняться. И такое бывает, так скажем. Ну, человека психика здоровая, так скажем, занимается, чем ему нравится. Давайте, Кирилл, сейчас перейдем уже дальше к Барселоне. Тоже интересный вопрос у меня к вам есть. Завершим с Алексеем. Тогда получается, что ту картинку, которую мы видим, что успех, реал, мечта, это то, что мы видим, да, это вершина айсберга. Внутри мы видим насилие, боль и очень, и очень, очень много. То есть это вообще, как, ну, ребенок находится, по сути, в опасном положении сейчас. То есть его жизни, психическую, да, здоровью есть угроза. По сути, да, потому что я, можно сказать, наверное, единственный человек, кто не в семье Алексея, ну, кроме его там мамы и, наверное, там матери старшего Алексея. Вообще, ну, и то мать старшего Алексея не присутствовала с ним и не живет, не видела того, чего я там, или там, вот, то, что я общался и с мамой Алексея, и мы с ней, как бы, связь держим. Там, в принципе, женщина хорошая, в общем, и что она пережила, переживает, и в том числе, я считаю, боится. Она боится, поэтому именно она ничего не говорит, потому что, ну, большие проблемы там с человеком, и неизвестно, что от него ожидать. Вот, очень, как бы, улыбаться может, но я бы назвал это психопатом. Ну, вот, в прямом смысле этого слова, в прямом смысле этого слова. То есть, наверное, вот по нему нужно учить каких-то этих медиков, которые учатся на психиатра там, или, ну, это без преувеличения, я говорю. Это вот как там Чикатило там, или кто-то еще, да, непонятно вообще что. Поэтому, вот я говорю, то, что я увидел, это вот такая обратная сторона. Хорошо. Давайте перейдем к Барселону. Вот получается, что вы, видите, как интересно, то есть тот труд, который вы в Алексея вложили, это одновременно было не только развитие физических качеств, это была в том числе и такая психотерапия ваша, то есть как возможность ему побыть с адекватным человеком, да, и психологически отдохнуть, и взять от вас силы. Безусловно, потому что все время улыбались, смеялись, ну, все у меня много знакомых, видели, как мы с ним общаемся, дружим, там, прикалывались, общие были приколы, и даже общую музыку там мы с ним могли, я ему включал послушать, что ему мне нравилось. Там, Марвел ему нравится, мы с ним обсуждали, там, супергероев тоже там, ну, есть свои темки у нас, короче, с ним были. То есть мы с ним общались, выговаривались, вот, в общем. Вот смотрите, у меня к вам тогда вот последний по Алексею вопрос, было интервью у нас на канале с Кариной Шуметой, было интервью с Михаилом Юношевым, и тот и другой называли себя агентом Алексея в Барселоне, так правильно я понимаю, что агент Михаил? Ну, именно благодаря тому, что он приехал сюда, познакомился, его посмотрели в Испаньоле, насколько, ну, я осведомлен и в курсе, это Михаил. Карина, да, помогала, работала, но, так скажем... Больше Михаил, чем Карина. Да, 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 именно в Испаньол, что он приехал, именно я общался еще в Минске, отправлял видео и презентацию делал там на нескольких языках профиль игрока. Ну, Алексея вот отправлял Михаилу, потом Михаил уже сказал, давайте, да, типа, я сейчас буду тут... Ну, и вот он договорился в Испаньоле, и дальше уже нетворкинг, и все пошло-поехало, как говорится, да. Слушайте, я хотел еще вам один вопрос задать. Вот я смотрю, у меня много ребят из разных стран постсоветских приезжают сейчас в Барселону разного возраста, я вот наблюдаю две картины, значит, ну, понятно, что все приезжают в Барселону ради футбола. Значит, получается, помимо тренировок, игр, обязательно вот это мышление дополнительных тренировок, я ничего не имею против дополнительных тренировок, я вижу два направления, значит, одни уходят в силу, там, бегают с парашютами, с жилетами, с отягощениями, а вторые уходят в технику, да, то есть контроль мяча, вот, координация, фристайл. Что вы видите своими глазами, как это вообще работает в Барселоне? Я в любом случае скажу просто на своем опыте, что, как бы, что я вижу, вот этот фристайл, финты, фишки, это основа, техника самая сложная. Физуха, как я уже выразился, и знаю по себе, и по многим другим ребятам, которые у меня и по фристайлу тренировали, там есть один у меня, Денис Поповиченко, можно посмотреть в Инстаграме, более 100 тысяч подписчиков, мой ученик, который там восьмое место на чемпионате мира, у него физуха поперла сама собой, просто занимаясь фристайлом, перепрыгивая через мяч, трюки делая, все тренируется, взрывы ног, координация, прыжки, все там тренируется, плюс акробатика там, он по кайфу занимался, но вот он чисто во фристайл ушел, вот. Я вижу, что в принципе, это как, знаете, я скажу со своей колокольни, кто хочет поверить, кто хочет не поверит, но я вижу, что это как всегда что-то новое появляется, как и в науке, да, и ведьм на костре начинают сжигать. Появилось новое направление, футбольный фристайл, панна, она только зародилась в 2003 году, до этого были там трюки вокруг света, на голове держали, но трюков посложнее полтора оборотных, двух оборотных, там каких-то посложнее комбинации элементов акробатики с мячом не было, да, то есть начал он развиваться в 2003 году. И это как новая веха, да, вот эта панна та же, мотаться один в один между ног сопернику, то есть очень хорошо развивает вот этот тот же мини-футбол, чувство мяча, именно мелкую моторику вот это. Насколько я вижу, поработав с детьми, что это намного важнее, особенно с малых лет. Да и детям это нравится по кайфу, они отвлекаются, они делают трюки, а им нравится, они там им поприкалываться, повыпендриваться друг перед другом, они кайфуют, играют один на один между ног прокинуть друг к другу. Они и учатся, и кайфуют от этого, участвуя там и в турнирах в этих попанне, я проводил в Минске сколько там чемпионатах. Леша как кайфовал, у меня есть видео с чемпионата Беларуси по футбольному фристайлу с двух, с Лешей, он там и в панну рубился. И это, как он кайфовал, как он это, слава богу, отец уходил, выезжал, оставлял. Вот, и как он кайфовал, делал там, выступал, вот. Ну, я к тому, что это даже в плане отвлечься, да, то есть не одно и то же. А вот это все как в армии, да, как в армии, вот это все. Ну, не вижу я, что у детей горят глаза и у людей. Я вижу, что я делаю все то же самое с мячом, вот стойка на руках, я стою на руках, ловлю в ноги мяч. Или стою на руках, набиваю, стоя на руках на стопах. Мне это интересно, я учусь и с мячом работать, и у меня координация сама по себе. Я не делаю акцент на стойке на руках, ну, образно. Она у меня сама по себе тренируется, потому что я пытаюсь усложнять, пытаюсь что-то новое научиться с мячом. И у меня само по себе развивается это чувство мяча, координация и так далее. И та же физуха сидит и набивает, пресс качается, там разные удержания и так далее, и так далее. Там вся стабилизация участвует, там столько всего. Как я говорю, можно за всю жизнь не научиться, столько, сколько можно с мячом сделать, вообще и придумать разных винтов, трюков, подъемов мяча и всего, что можно всю жизнь тренироваться и все равно не научиться всему. Поэтому как бы, ну, это по мне, я со своим, мне это интересно, я вижу детям это интересно. Вот я так. А физуха, ну, блин, 14-15 лет пошел в тренажерный зал, божечки, это проще простого. Если тебе, опять же, дано от природы физические данные, это нечего делать за год, потом набрать. А вот когда у тебя есть техника, координация, контроль, вот это все, финты, трюки, обыгрыш и психология адекватная, когда ты не смотришь на папу либо на тренера, боясь, у меня проблемы, у меня дети приходят, ни один ребенок мне не сказал на своего папу либо тренера, который орет на тренировках, запрещает что-то делать, импровизировать, ни один ребенок не сказал, что он классный тренер. Ни один ребенок не сказал, что ой, как я хочу к нему на тренировке. Все говорят, как задрал меня этот дегенерат. Вот говорю, как есть. Все дети, я с детьми всегда так, ну, подружески общаюсь, они мне открываются, потому что я с ними, ну, как педагогически общаюсь, да, и я слышал это десятки раз от детей, им не нравится это, не хотят, чтобы с ними так обращались. А у меня почему-то они развиваются и учатся это, потому что никто не давит. Кайфуют, в первую очередь, своим примером показывают то, что я умею что-то, да, ну, в том числе, потому что дети любят на понт еще брать. Они могут такие, типа, вот, а вы умеете это, а вы умеете то, там, а ты говоришь, а я не умею, там, тренер говорит, или это не нужно, это цирк, там, это. То есть тот, кто не умеет, он это скажет, так скажем. И дети, а дети со стороны смотрят туда-туда и думают, блин, ну, диссонанс в голове возникает, то есть это тоже немаловажно уметь. Но самое главное общаться, как бы доверительно поддерживать, развивать сильные качества, как бы, да, ну, видеть пробелы, где там пробел, там, допустим, чеканка внешний, или там удар слабой ногой, или там еще подправлять, исправлять, при этом смеяться, улыбаться, кайфовать и даже вместе с ребенком это все делать. Ну, вот как, вот это я так вижу. У вас есть пример мальчик-капитан Барселоны 2013 года из команды Динамо Киев. У нас на канале был выпуск с родителем ребенка, который сейчас в Фиорентине 2013 года. Я знаю еще родителя в Карцруе 2013 года в Германии. То есть эта команда вот разъехалась, и вы занимаетесь в том числе и с этим мальчишкой из Барселоны. Да, вот расскажите немножечко про его историю. Да, и как ведет себя его отец? Совершенно по-другому. То есть его отец, во-первых, его отец занимался раньше футболом, и он разбирается в этом. И он тоже против и говорит мне, и говорит всем людям здесь вокруг, что, что вы творите, говорит. Какая армия, какая физуха. Почему-то Денис этого не делает и отлично играет. Он только фристайл, мы с ним, ну, мы с ним сейчас время от времени тренируемся. Вот летом мы то, летом тренировались, потом, когда я приехал, тоже мы с ним тренировались. Фристайлу там трюков, пяточки там учили, фишечки тоже, какие-то упражнения. Вот тоже сейчас тоже с ним тренируемся время от времени фристайл, чтобы более углубленно там, ну, развиваться тоже на координацию. Ему это по кайфу, ему это нравится. Он сам, во-первых, понимает, где он находится. Тоже нужно дождаться, пока ребенок поймет это. Опять же, он понимает, что у него талант. Отец, ну, он может, понятно, быть где-то строгим, как и любой отец. Где-то что-то там, Денис, давай типа, ну, старайся. Но никаких криков, ничего. То есть поддерживает. Ребенок тоже улыбается, знает, что ему нужно, как говорится, что сам приходит, сам все делает. Вот самому ему интересно и фристайл этот, и все. И никаких, там другая история. И отец говорит, какая нахер физуха до 15 лет, говорит. Вот мы занимаемся. Он сам уделял внимание и уделяет своему ребенку. Часто он, я говорю, как бывший тоже футболист, занимался футболом. И он его тренирует, эти тоже фишечки, что мы с ним тренировали. Он ему там говорит повторять и все. Он это делает, все повторяет, повторяет тоже до с малых лет. И вот у него сформировалась координация, техника, все эти уходы в сторону, там, дриблинг, все мелкий контроль. И все, он отлично чувствует себя на поле, отлично играет. И какая нафиг физуха. Хватает тренировок в игре побегать полтора часа. Извините меня, несколько раз в неделю. И прыжки эти на тренировках побегать, и все. Остальное, блин, контроль, 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 техника, техника, техника. Но это тупо мое вот мнение. Почему-то 90% у меня учеников, кто и в Минске занимался, у всех, все почему-то там, либо если он играл во втором составе, переходит в первый. Либо если в каком-то там платном клубе переходит в какой-нибудь ФК Минск или Динамо Минск и так далее, там, через полгода, год, там, полтора тренировок выстреливает. Были случаи, там, два парня ко мне ходили, тоже один сильный, посильнее, второй послабее. Плакал, ну, от того, что не так получалось. Мы с ним год тренировались, тренировались, я его поддерживаю, говорю, да все получится, все это, это, все эти фишки долбили, долбили, финты долбили. Он ему все время один в один проигрывал. Вот так вот год проходит, щелчок, и в один момент, и родители пришли, говорят, и все, блин, все, что вы тренировали, оно выстрелило вот так по щелчку, никто на него не наседал, нет, а тоже ему начало нравиться по кайфу. Все эти финты у него как-то вот так вот, ну, оно с качками происходит, все схватились, и он начал делать уже или наравне, или даже делать того, кто был сильнее его, кто раньше его научился. Да, я понял, то есть парня с Украины зовут Денис Соколовский, да? Да, Денис Соколовский. Он капитан Академии Барселона, 2013 год. Да, да, и занимается старше себя на два года, либо на год тоже, потому что талант, он как бы, поэтому его взяли заниматься постарше, то есть он и там как бы справляется, делает. Вот, поэтому другая сторона, и никто физуху сутками не тренирует, кому дано, тот и так по физухе выстрелит, это самое простое. Ну, честно. То есть я, знаете, вот слушаю вас, я понимаю такую вещь, вот там вот постоянно тоже в выпусках говорю, тело, интеллект, игровое мышление и психология. То есть инструменты тела вы развиваете идеально, то есть вы развиваете координацию, вы развиваете технику, и при этом вы еще вот эту психологическую уверенность развиваете и в позитивной среде. То есть дальше, чтобы ребенку, по сути, после 12 лет, после ваших, в том числе, тренировок расти, это нужно игровое мышление, то есть интеллект либо есть, либо нету, ну и дальше уже опыт на игровом поле. Я правильно понимаю? Ну, конечно, да я даже больше скажу, вот логопеды, когда к логопеду приходят, ребенок плохо разговаривает, ему развивают мелкую моторику какую-то там, ну, какие-то упражнения для того, чтобы у него мозг заработал, да, там новые нейронные связи сформировались. То есть точно так же и даже координация влияет и на мышление, так скажем, поэтому это, опять же, техника и координация, это важнее, потому что чем ты будешь с координированием, чем ты будешь больше уметь вот так вот все видеть, и мяч, и все, ты в любом случае будешь думать быстрее, лучше. Я по себе знаю, я сначала не понимал, как можно, блин, один финт или один трюк со вторым, когда начал только заниматься, то есть я тоже деревянным был, все, насколько потом ты начинаешь это быстро все соображать, все вот это вот комбинировать, эти финты на автомате, когда ты много умеешь, вот, то есть совсем по-другому, как говорит, соображалка начинает работать в том числе. Я здесь с вами полностью согласен, то есть когнитивное развитие, ведь нужно, по сути, через каждое действие, движение пропускается через мозг, то есть нужно это сделать, и мозга постоянно, мозг привыкает к этому потоку информации и к быстрым действиям, согласен с вами полностью. То есть это такая предпосылка для развития игрового мышления, то есть быстрые, быстрые решения и такой пластичный, эластичный мозг, который готов уже, по сути, большой объем информации перерабатывать быстро и качественно. Да, конечно, вот мое мнение, в общем, все как есть. Прекрасно, Кирилл, давайте уже так потихонечку будем закругляться, вы сейчас в Барселоне, чем занимаетесь? Тренирую ребят персонально, вот, тем, чем и занимаюсь, техника, координация, фристайл, мелкая моторика, ну, развитие мелкой моторики, ног, вот это вот все, да, финты и так далее. Ну, вы знаете, я вам даже скажу, что зрителям нашего канала скажу, что вот то, что вы говорите, у меня очень отзывается. Отзывается именно по развитию техники, координации, развивается именно ваше вот это мышление и видение, то есть ваши педагогические скиллы. Вот, и те родители, которые в Барселоне, я, в принципе, так никогда не делаю, но здесь я просто вижу, сколько, как родители, какие усилия тратят, как находят специалистов и в какой области мысли. То есть те, кто сейчас в Барселоне, вот я, в принципе, просто рекомендую, вот, идите к Кириллу, потому что это будет однозначно плюс для вашего ребенка. Надо с детьми, с ребятами по-дружески, они все приходят, сами рассказывают, говорят тебе, ой, а ты мне там сказал это сделать, а я вот сделал, прикинь, там, этот финт, который мы учили, там, туда-сюда. Да, и довольный на ту тренировку присти, там, ты с ним пятюню ему дал, там, грубо говоря, там, братан, давай, молодец. Ну, по-разному бывает, там, что-то они сделали, это, 30 отжиманий или еще что-то, или еще, ну, блин, я вообще такого не понимаю, блин, это точно не. Но я говорю, ни один ребенок не сказал, что, ой, как это круто, который ко мне ходил, который другой тренер, допустим, кому ходит, орет, либо отец орет. Никто мне, вот, открывшись, не сказал, что, ой, как я этого хочу, ой, как круто, как я туда на тренировке хочу. Он может папе сказать, хочу туда, потому что боится осуждения, там, папы либо мамы. В завершении приведу пример, когда в 17-м году я вас пригласил в Интеракадемию, там, на мастер-класс для ребят, для тренеров. После этого мастер-класса многие тренеры говорили мне, Николай, ну, это же не футбол, это же фристайл. Ну, какое это имеет отношение к футболу, причем это были многие тренеры с такой серьезной профессиональной карьерой. Вот, а видите, прошло 7 лет, за эти 7 лет вы каждый день, вот, именно ваша вот эта вера, энергия в то, что вы делаете, и самое главное, интерес, кайф, который вы получаете от своей деятельности, да, и вот даже сотрудничество со многими футболистами, в том числе и с Алексеем Майоров, который сейчас, так скажем, знаменит, вот, и то, что вы вот этот свой труд вкладывали, видите, как, получается, у вас есть результат в виде скиллов Алексея Майорова, и у вас вы находитесь сейчас в самом футбольном городе Европы, в Барселоне, где у вас есть возможность дальше развиваться. Да, вот я еще пару слов хотел, как вот я тоже говорю, рассуждаю. Для меня, вот как я говорил, ведьм, да, гонение, то есть все же развивается, наука развивается, вот я что-то мысль туда упустил. Вот когда, получается, что-то новое всегда появляется, всегда это презирают, всегда это, вот, и потом, там, эксперты, которые, ну, даже в науке, вот я люблю посмотреть, там, про космос, там, и так далее, даже та же, там, теория относительности Эйнштейна, и все, ведь все же дорабатывается, все же развивается, и когда-то говорили, там, что, допустим, антиматерии нету, да, античастица, а получилось есть, там, антисистицы. Когда-то кто-то предположил, что черная дыра есть, ему говорили, ты что, дегенерат, блин, и так далее. Вот так же футбольный фристайл панна. Меня не любят. В том числе у вас, помню, меня забраковали ряд тренеров, сказали, нам это не надо, потому что все-таки, мне кажется, да, ну, эго играет у людей, которые, да, не так, может быть, горят, не так научились в свое время. И вот я вижу, меня везде не любят. Я везде, меня там посылали и в Факаминске на тренерский, я приходил, там, на доске рассказывал, там, меня какой-то пожилой там тренер, не помню, его зовут, вот, тоже послал, там, матами при всех встал на тренерском. И везде, вот, и я так скажу, говорить оценку, тренер не может по футболу давать оценку о внедрении в тренировочный процесс финтов панны и футбольного фристайла, пока он не прогонит через сотню людей эти штуки. И тогда это называется научный метод, статистика. Когда у тебя из 100 человек 90, 95, ну, улучшилось, ну, только там ряд, понятно, погрешность, кто там не ходит или, ну, не его ребенка там теряет интерес, но в целом, когда ты видишь, ты проработал сотнями людей, ты видишь положительную статистику, что это работает, да, вот этот подход работает, ты можешь дать оценку этому подходу. Когда какой-то тренер, я уже это вообще не слушаю никогда, я вообще никогда, ну, я и до этого не слушал, потому что я верил всегда в это. Что ты можешь мне сказать, если ты не делал так, как я? Как ты можешь говорить, что это цирк или клоунада, или что это влияет, если ты не умеешь сам это делать, не почувствовал на практике своей и не почувствовал, внедрив это в тренировочный процесс, на практике тренировочной. Как ты можешь, вот еще пару слов хотел сказать, потому что всегда меня это преследует, всегда говорят, цирк клоунада, ведь большинство даже не знает, что я тренирую. Я тренирую не только фристайл, я все тренирую, и фишки, и финты, и удары там ставлю, и все. Но почему-то вот слышат фристайл, цирк, не ходите туда, не надо это, этот финт не рабочий, тот не рабочий. А я вдохновляюсь людьми, как Роналдиня или Неймар, у которого все финты в игре рабочие, особенно у Роналдиня. Что бы он ни сделал, все рабочее. Или Ибрагимович, который никого не слушал и делал там, импровизировал, и посылал там, в том числе и тренеров, и все. Потому что он говорит, я сам знаю, что мне делать, я в игре, я в моменте. Тренер тоже ошибается, он тоже со стороны не все понимает. В моменте может по-другому голова работать. Да, Кирилл, отзывается. Я вот знаете, вас слушаю, и мне такая мысль пришла интересная, что помимо того, что вы профессионал в технике, в координации сами, то есть это все умеете делать, вы еще детям даете через уверенность в себя, вы даете уверенность в себя им. И в том числе психологию классно им прокачиваете. Потому что я вот вас слушаю, да, вот 7 лет мы не виделись, вы сейчас в Барселоне, у вас есть опыт с Майоровым, да, его достижения, у вас есть много ребят талантливых, которыми вы занимаетесь там в академиях Ла Лиги, да. А многие тренеры, которые мне тогда говорили про вас, что это не работает, они до сих пор на том же уровне, понимаете? А вы за эти 7 лет сделали такой шаг вперед, и футбол вас привел сейчас в Барселону, по сути, и дал вам новые возможности. По сути, я даже не учился на физкультурном университете на тренера. Я только прошел курсы в Федерации футбола, у меня есть сертификаты, чтобы можно было, и педагогическое образование у меня есть, как бы. Но, так скажем, на тренера я не учился, я сам просто решил пойти против всех, как говорится. Потому что я сам на себе, говорю, занимаясь футболом и будучи деревянным, что я до 15 лет ничему не научился глобально. И когда я начал все это учить сам, все эти финты, подъемы мяча, и все-все-все с нуля, и заниматься и по кайфу, и фристайлом, я понял, насколько я ничего не умел, и настолько это круто, и как-то начинаешь чувствовать тело вообще с мячом свою, и работу с мячом. И, блин, ну это надо понять на себе, мне кажется. Да, Кирилл. Да, видите, как у нас получилось. Я испытываю такое большое удовлетворение от нашего общения. Во-первых, мне очень, знаете, как было важно. Я приблизительно понимал, что обратная сторона Алексея, это вот эта видимая часть, которая цепляет всех родителей, это успех, а внутри там очень много боли. И я очень вам благодарен за то, что вы про эту боль внутри рассказали, как нельзя делать, потому что, ну, что такое даже Иреалы, Барселона, разве это цель существования наших детей? Или цель существования это счастливый ребенок, у которого есть, было детство, который может опереться на свое детство и стать счастливым в будущем, да, с помощью футбола. И вот эта вот маниакальность, да, в этих мыслях, вот я очень благодарен вам за это. И второй момент, я очень рад за вас, именно за ваше развитие, за вашу веру в себя и эту веру, да, и за ваши успехи, за ваши достижения, реальные достижения. Спасибо большое. Да, вот я именно поэтому и расхожусь с такими людьми, да, всегда. Ну, у меня не раз такое было, когда, понятно, с непорядочными людьми встречался, потому что, ну, блин, ну ты себя всегда чувствуешь несчастливым каким-то, каким-то тобой манипулируют, что-то неприятно общаться. Я никогда с неприятными людьми не общаюсь, я сразу. Чтобы быть счастливым, как говорится, ну, вот, и не делаю того, что не нравится. Но это же и есть свобода, она же заключается в том, что свобода – это не делать, что хочу, это не делать то, чего не хочу. Да, 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 конечно, вот, спасибо. Всё, очень приятно, надеюсь, да, там, пообщаемся, там, люди посмотрят, что-то приоткрыли, да. Ну, я очень, очень, очень на это надеюсь. Всё-таки надеюсь, что у Лёши всё сложится, вот, и что он преодолеет и всё-таки станет нормальным человеком, вырастет и, возможно, даже разойдётся с отцом, так скажем, да, не будет его близко к своей будущей жизни, семье подпускать, потому что такого человека подпускать нельзя. Друзья, спасибо за просмотры, оценки и ваши комментарии. Это помогает развиваться в нашей площадке. Теперь вы можете поддержать выпуск нового, интересного и полезного контента с помощью донатов по ссылкам в описании этого видео. Спасибо.